Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Клонди Блейз, и не так давно я снимал видео о 5 лучших наборах Лего Звездных Войны за всё время. Сейчас же я хочу показать вам топ-5, по моему мнению, наборов, которых в Лего нету, но которые заслуживают быть интерпретированными в наш любимый с вами конструктор. Вот, то есть это различные звездолёты, и не только которые, я считаю, было бы хорошо, если бы Лего их выпустило. Вот, и давайте начнём, и также продемонстрирую различные самоделки этих транспортов. Вот, ну и на пятом месте у меня расположился транспортник сепаратистов, который у нас был и в первом эпизоде, и в Войне клонов мы его видели. Вот, во втором я не уверен, что он был, но вроде бы тоже был. В общем, дизайн у него довольно-таки интересный, и это был бы действительно логичный набор, потому что у нас есть дропшип в армии республики, который перевозит различные там шагоходы и прочее. Вот, а в армии сепаратистов у нас ничего подобного в Лего нету. Вот, и, как вы можете сейчас видеть, одну самоделку, которую собрал один фанат, и какой-нибудь подобный набор, я думаю, было бы логично выпустить, и чтобы внутрь помещались какие-нибудь небольшие пусть. Но, тем не менее, не знаю, дроид-улитка, например, он небольшой по размеру, он бы мог внутрь спокойно, мне кажется, помещаться, или какие-нибудь спидеры, степ, допустим. Вот, и это было бы куда более логично, чем то, что есть сейчас. А сейчас у нас нету ничего, по сути. Вот, переходим к четвертому месту, и тут у нас корабль из Старой Республики. Вот, я вообще хотел еще один набор по Старой Республике сюда включить, но уже места не было, к сожалению. Вот, в общем, это у нас звездолет из серии игр Котор, Найдсов Зелуд Репаблик. Вот, и он, на самом деле, довольно-таки популярный, и в Лего его много самодельщиков делали. Но сама компания Лего, к сожалению, этого не сделала. Вот, ну и сейчас вряд ли это сделает, но в году так 2012-13, когда была линейка по Старой Республике, они вполне себе могли это сделать. Вот, ну и вот одна из версий самодельщика, которая, как по мне, выглядит шикарно. У него, насколько я понимаю, все открывается там внутри дизайны. К тому же, имеется много очень фотографий, как он выглядит внутри, и в самих играх мы можем внутри этого корабля ходить. Вот, поэтому, не знаю, почему Лего его не сделала. Вот, выглядит он круто, дизайн крутой, цветовая гамма тоже. Ну и фигурки сюда тоже можно было бы крутые положить. Вот, двигаемся к третьему месту, и здесь у нас снова сепаратическая техника. Вот, даже не техника, звездолет, скорее. В общем, это станция управления дроидами из первого эпизода. Вот, но она также присутствовала и в Вольне Клонов, но уже немного в более модифицированной версии. Вот, но смысл не меняется, потому что, если бы Лего выпускал этот набор, то, скорее всего, он бы был именно по первому эпизоду. Вот, да и вообще, вот вы помните, когда последний раз выходил набор по первому эпизоду? Я, если честно, не помню, потому что это было довольно-таки давно. Вот, но было бы здорово. Такой большой набор, возможно, даже коллекционный. Сам Барышник, это так станция называется. Можно еще даже мини-модельку звездолета на Буанского положить. Энакина, различных дроидов, немодианцев. Вот, ну и вы видите сейчас перед собой тоже одну из версий, как Лего бы могло сделать данный корабль в формате своего конструктора. И не отходя далеко от темы сепаратистов и конфедерации независимых систем, во втором месте у нас еще один их корабль. На этот раз это Мунифисент, или же Щедрый, по-моему, он называется в русском переводе. Тоже довольно-таки популярный корабль. Вот, вроде бы он также участвовал в битве над Корусантом в третьем эпизоде. Вот, но в Войне Клонов он точно был. Появлялся он там много раз. На нем, по-моему, даже Кэт Бэйн находился и дрался против Энити на Яссотли. В общем, корабль действительно очень крутой. Вот, чуть ли не основа сепаратического вообще кораблестроения. Ну вот, ну и в Лего его тоже многие создавали. Конечно, та версия, которую вы сейчас видите на экранах, не совсем бы подошла по масштабу, но это все равно показывает то, что этот корабль интересен фанатам, и они его воссоздают с помощью деталей Лего. Вот, если бы, конечно, сама компания выпустила, он бы открывался, там были всякие функции, что-то бы стреляло. Вот, ну, извини, фигурок тоже можно было каких-нибудь крутых положить. Вот, далее у нас идет это Храм Джедаев, но это не первое место, это, так скажем, набор, который не вошел в основной топ, потому что это был бы скорее UCS набор, а я в этом топе указываю именно плейсеты. Вот, ну а для UCS набора Храм Джедаев это прям идеально, потому что это даже не корабль, это постройка. Там бы можно сделать, как, знаете, в серии Крейтерли, различные подобные, там, где здания выпускаются, сегментарные, чтобы этот Храм Джедаев также открывался. Внутри все было здорово продетализировано, были разные комнаты с Советом Джедаев, с библиотекой и так далее, и так далее. Вот, как вы, например, сейчас видите, тут все открывается, и было бы просто шикарно, как мне кажется, добавить еще мини-модельки различных транспортов, кучу джедаев различных. Вот, мне кажется, это вообще был бы лучший UCS набор, если бы Лего, конечно, решила такое сделать, но, как мы знаем, сейчас такое уже практически невозможно. И переходя к первому месту, мы вновь возвращаемся к сепаратистам и торговой федерации, потому что здесь у нас расположился, наверное, вообще самый известный корабль, который имеется в распоряжении у сепаратистов, это, конечно же, незаримая Адлань. Вот, как мне написал один из подписчиков, в Войне Клонов ее не было, но были корабли подобного типа. Вот, сама же незаримая Адлань появлялась в третьем эпизоде, и, как по мне, это был бы просто идеальный набор в формате Лего. Вот, причем в разных совершенно масштабах. Вот, допустим, как сейчас вы видите, тут просто куча фигурок, сколько бы, понятно, не было в наборе, но все равно положить Графа Дуку, Гривуса, Эйна Кеноби-Вана, Палпатина, пару дроидов, можно как обычных, так и супердроидов, даже магностражей, потому что они там были. Вот, ну и сам корабль, думаю, вы понимаете, то, что в Лего имеется лишь злорадство из кораблей сепаратистов, что немного странно, потому что злорадство, хоть и тоже является очень крутым кораблем, но он появлялся всего в нескольких сериях Войнов Клонов, в то время как незаримая Адлань была намного чаще в различных битвах. Вот, ну и на этом я буду заканчивать свое видео, как вы видели, из пяти представленных наборов, четыре относились к фракции сепаратистов, потому что Лего, как мне кажется, несправедливо обделила ее наборами, за Республику у нас куча всего имеется, я как бы и не против, но как бы сражаться с ним особо не с кем, потому что даже среди наземных транспортов за Республику вот вам AT-E, вот вам AT-AP, несколько версий Турботанк, а за дроидов только AAT и еще пару маленьких дроидов-улитков и спайдер-дроидов. Ну, как бы, не совсем честное противостояние получается, как мне кажется, поэтому я бы очень хотел, чтобы Лего выпустил еще одну линейку, посвященную сепаратистам. Что ж, друзья, таков был мой топ-5 наборов, которые Лего стоило бы выпустить, по моему мнению. Вот, какие наборы, по вашему мнению, нужны быть и существовать в серии, Лего Звездные Войны можете написать в комментариях, потому что у меня еще остались некоторые другие варианты, но в это видео они уже не вместились, возможно, я сделаю вторую часть, не уверен. Вот, но все-таки надежда остается на то, что наборы все-таки еще такие будут выпущены, потому что вот в прошлом году был перевыпуск AT-E, и в этом году, скорее всего, будет UCS, Винатор и Ганшип, так что, возможно, когда-нибудь Лего доберется и до сепаратистских кораблей. Что ж, у меня на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи, и да пребудет с вами Сила. Субтитры создавал DimaTorzok